Хейшки ребятки, с вами Лекс. И сразу перейдем к делу, уже вышло как три абсолютно разные части привет сосед и каждая из частей приносила нам все больше вопросов, чем ответов. И в этом видео я решил поведать вам всю историю как самого соседа, так и историю главного персонажа этой игры. Так что надеюсь вы влепите лайкос за старания прямо сейчас. Первое и самое интересное для всех, что же скрывается в подвале. Подвал это место окруженное тайнами, во всех трех частях альфа теста нам показывали абсолютно разные подвалы. В первой альфа-демо игре нам лишь намекают на то, что в подвале что-то есть, но как только мы открываем дверь подвала, то оказывается, что там ничего нету. В первой альфе в самом начале игры мы видим как сосед заходит в подвал и там не просто подвал, а уже какая-то странная улица, на которой происходит дтп и в комнату залетает колесо, после чего сосед выходит из подвала и закрывает дверь, будто ничего не было. А вот официальный концепт-арт, дтп в котором замешан сосед, а также мы видим машину главного героя и если присмотреться к машине, то у нее нет переднего колеса. Может это предпосылка к возможному сюжетному повороту, о котором я расскажу чуть позже. Также нам показали подвал во второй альфе, где мы уже видели вполне себе реальный подвал, который вел под землю и имел обширное количество различных коридоров, прохождение которых разработчик решил оставить на следующей части. Но благодаря неубранной разработчиками консоли игроки узнали много интересного и узнали что же находится за дверью, на которой кончается вторая альфа. А также смогли посмотреть не только всю локацию целиком, но и локацию еще не вышедшей части игры, ну или возможно тестовую карту, о которой до этого никто не знал. Так, ну что ж, с подвалами мы разобрались, теперь поговорим о соседе. Сосед ведет себя странно сразу как только мы встречаем его лицом к лицу. Скорее всего такая реакция у соседа на нашего главного героя не просто так, а точнее сосед уже знаком с нами и он немного удивлен видеть нас снова. Возможно наш герой что-то забыл, связанное с этим соседом, либо просто потерял память о произошедшем с ним в детстве. Комнаты в доме соседей неоднократно давали нам понять, что в этом доме жили или даже живут дети, при том не один ребенок, а несколько и разных возрастов. К примеру, в одной из комнат мы видим не только детские игрушки, но и рисунки, также люльку для младенцев. А вторая комната это учебный класс с доской и партами. Да, именно с несколькими партами. Если бы ребенок был один, тогда зачем столько парт? Сошел ли сосед с ума и сам играется с этими предметами? Пока неизвестно, но известно еще пару фактов. У соседа на ботинке написано число 666 или как принято его называть число дьявола и зачастую это число связывают с сатанистами. Но правда ли сосед сатанист и разработчик специально оставил пасхалку на его ботинки или же иначе над нами хотят посмеяться и вводят нас в заблуждение, заставляя придумывать различные теории по этому поводу. Также многие обратили внимание на масонские треугольники, изображенные на креслах. Треугольник иллюминатов. Да кто же сосед? Масон или сатанист? Также существует теория, что у нашего соседа есть неполноценный брат-близнец, а точнее сказать больной брат, о котором никто не знает и то, что сосед всячески пытается скрыть его существование. Теория также дает понять, что брат соседа страдает болезнью, из-за которой он не может вырасти из определенного возраста и все эти игрушки, учебный класс и все, что есть в доме, для того, чтобы неполноценный брат чувствовал себя нормальным. И также именно этот братец переодевается в клоуна. Да что тут говорить, его мечта быть клоуном. Об этом нам говорит еще один факт. Когда мы спускаемся в подвал во второй альфе, то мы слышим цирковую музыку, а это намек на то, что в подвале все же брат. Но это лишь предположения и теории, ребят, так что не торопитесь с выводами. А теперь поговорим о другой теории, а именно о теории, связанной с нашим главным героем. Что влечет его в этот соседский дом? Почему именно этот дом? Давайте забудем о том, что я говорил ранее и представим, что сосед действительно крадет и насильно держит в своем доме детей. А наш герой и есть тот ребенок, который когда-то был в плену у соседа и смог выбраться оттуда. Поэтому сосед и удивляется, когда видит нас. Поэтому он сразу хочет нас поймать и закрыть нам рот, чтобы больше никто не знал, чем занимается сосед. Теперь перейдем к тому, что видел наш герой в первой альфе, а именно улицу за дверью подвала. Как вы помните, в первой альфа-демо-версии игры мы видим видения в своих снах. Быть то обучение стелсу со шкафами и кроватями, или же те видения, когда сосед огромных размеров забирает нас из нашего дома сразу после сна. Скорее в полной версии нас будут ждать много всяческих подобных снов, где сосед пытается нас поймать, либо делает какую-нибудь гадость. И скорее то, что мы видим улицу за дверью подвала, это один из страшных снов нашего героя. А что если все это и есть сон? Что если никакого соседа и вовсе нет, а мы и есть тот самый больной брат, страдающий от галлюцинаций, и все что мы видим в игре, это один из страшных снов нашего героя. Как на самом деле будет пока, ребят, не ясно, но мы все уже узнаем летом 2017 года, когда выйдет полная версия игры. А также 22 декабря ожидайте свежую порцию секретов и загадок в новой и уже последней Альфе Hello Neighbor. Еще есть теория, которая говорит нам о том, что у соседа есть жена, и именно жену он держит в подвале. Но, ребят, эта теория очень странная, и как бы почему, зачем, все он это делает тоже непонятно. И намеков именно на жену в доме мы не находим. Но единственный намек, который нам дает понятие, что там будет женский персонаж, это женский голос. Но, возможно, ребят, это просто детский голос, потому что, как вы знаете, что детский, что женский голос, они очень похожи. Также можно поговорить о птице. Птице, которую мы находим как раз-таки на втором этаже в последней Альфе соседа. Эта ворона, ребят, я так думаю, сыграет очень важную роль в сюжете, но пока что о ней ничего не говорят. Эта ворона, это помощник нашего соседа в грязных его делишках. Помимо того, что она будет сообщать соседу о нашем присутствии в определенной комнате, так еще она будет каким-то образом взаимодействовать с предметами. И как вы помните, в начале Альфы 2 мы как раз-таки кидаем в камень в эту ворону, а потом она просто-напросто сидит в клетке. То есть нам уже тогда намекнули то, что это ворона соседа. Но как это все связано? То есть есть ли какая-то закономерность между тем, как мы приезжаем к дому, и тем, как мы уже оказываемся за домом, то есть когда уже владельцем дома является сосед. Я не знаю, то есть в каком времени все это показано, в будущем или в настоящем, пока что очень сложно судить. Потому что можно обратить внимание на забор. То есть забор, ребята, действительно меняется. То есть до этого он выглядел сломанным. Но после того, как мы оказываемся вне дома, после того, как нас сосед выгоняет, мы оказываемся на диване, забор тоже, конечно же, сломан, но уже не так, как был до этого. То есть теперь он сломан благодаря тому, что машина въехала в этот забор. А как вы помните, в прошлых частях машина была в гараже. То есть она была не то чтобы в гараже, она была у гаража. Почему сейчас сделали так, непонятно. Может быть эта машина как раз таки спешила, то есть сосед сам по себе спешил и просто-напросто снес забор. Тоже пока неизвестно. Также нашел, ребята, вот такой вот концепт-арт. Это у нас комната, которую не добавили. Ну или добавили, но она совершенно не похожа на ту, которая нарисована. То есть вы видели комнату, где мы брали ключ, ключ с комода, где как раз таки вот этот вот ключ охраняла акула. Возможно, эта комната как раз таки будет когда-нибудь в новых версиях. Потому что этот концепт нарисован явно не просто так. Но здесь, видите, у нас нарисована комната, которая залита водой. Помимо этого, здесь есть небольшой такой мостик, который ведет к этому вот шкафу, комоду, я не знаю. На котором стоит ключ. Ключ как раз таки в какой-то колбе. И это прикольно выглядит, действительно. То есть за дверью у нас вот такая, видите, непонятная какая-то комната, кому небольшая. Которая нужно будет по-любому присесть. То есть в любом случае вы просто так в полный рост не сможете пройти. И как-то потом сможете взять ключ. Возможно, это та же самая комната, где у нас будет в будущем акулы. Я пока что, ребят, судить не могу. Но надеюсь, что этот концепт тоже будет как-то воспроизведен в игре. Также говорят то, что номер соседа, как раз таки телефонный номер соседа, это 666. То есть 3 шестерки. Действительно ли это так или нет, я, ребят, пока что не знаю. Я не могу никак это проверить. Я старался. Но, в принципе, если это действительно так, то это действительно как-то пугает. Это действительно как-то доводит на мысль то, что все-таки сосед либо сатанист, либо просто фанат этой трехзначной цифры. К сожалению, пока что телефон не играет никакой важной роли. Но надеюсь, что в будущем это сделают как-то поинтереснее. То, что мы можем будем звонить соседу и как-то разговаривать с ним. Либо просто, чтобы он нам что-нибудь сказал, типа, алё, алё, мы в это время могли положить трубку и поиздеваться над ним. Было бы очень даже интересно. Надеюсь, вам понравилось. И вы поставите лайк под видео и напишите свои надумки по игре в комментариях. А с вами был Лекс. Всем доброе. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»